Быть в авангарде современной научной мысли. К этому стремятся талантливые ребята, которые обучаются в школах, лицеях и гимназиях Одинцовского района. Будущие инженеры и разработчики совершают техническую революцию на местах, создавая уникальные проекты в свои 14-15 лет. Именно о них, перспективных и целеустремленных, шла речь на округлом столе по теме развития начального технического образования, организованного общественной палатой Одинцовского района. Предпосылки для создания и развития начального технического образования в нашей стране, они есть и за последние десятилетия они очевидны, поскольку очень много у нас экономистов, юристов и людей с очень, скажем так, размытыми специальностями, специализациями. Мы видим, что на федеральном и региональном уровне нам не хватает интеллектуальных и человеческих ресурсов для реализации политики импортозамещения. От размытых специализаций к техническим дисциплинам участники круглого стола утверждают, в стране крайне необходимы интеллектуальные ресурсы, а Одинцовскому району – центр технического творчества молодежи. Инженеры Дмитрий Мартынов и Денис Фирсов предложили образовательную модель, благодаря которой инженерное дело в районе закипит, а в российскую науку придут новые пытливые умы – конструкторы и программисты. Образовательный инкубатор может стать стартовой площадкой – местом встречи тех, кто не мыслит свою жизнь без техники и электроники. Наша площадка будет некой формой, куда любой ребенок может прийти и реализовать любой свой проект, любое свое желание, отработать любой свой навык. То есть хочет он заниматься дизайном, интересно все, мы сделаем из него замечательного дизайна. Хочет он заниматься конструированием, вот у него руки золотые, да, у него все это собирается, он может конструирование. И потом эти ребята могут собираться в команды и делать свои проекты. Команда единомышленников-проектировщиков сформировалась в 10-м лицее. На округлом столе ребята представили свои разработки, и это уже готовая к продвижению на рынок продукция. Лицеист Владислав Хрюков разработал модель бластера, которая не уступает зарубежным аналогам. Целью моего проекта стало создание серии обучающих занятий, занятий тренингов, направленных на воспитание важнейших качеств молодежи, таких как умение работать в команде, сплощенность, ловкость, сила и реакция. В рамках этого проекта был собран собственный макет бластера. Собранный макет не уступил по характеристикам коммерческим аналогам. Дальность выстрела составила более 50 метров, что вполне достаточно для командной игры до 10 человек. Коллега Владислава Андрей Недов создал модные и функциональные часы Squirrel Watch, которые, по словам программиста, наполнены только полезным функционалом. Эта идея не нова. Рынок подобных устройств уже имеется. И при этом производители доволняют свои умные часы все более новыми функциями, порой бесполезными функциями, и при этом нагромождают систему, что усложняет просто использование этого продукта. Основа для моего проекта была простота во всем. Центр технического творчества молодежи по задумке авторов должен не только объединить будущих инженеров, но и дать путевку в жизнь их проектам. В планах взаимодействие с профильными вузами, встречи с ведущими учеными, мастер-классы и участие в конференциях и выставках. Кстати, работу одинцовских лицеистов уже оценили их коллеги из других муниципалитетов Подмосковья. Мария Подъепольская, Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.